МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким же чеканным шагом военнослужащие сводного полка Чебоксарского военного гарнизона, представители силовых ведомств, сотрудники специальных подразделений, кадеты, учащиеся в детской полицейской академии, активисты военно-спортивных клубов пройдут 9 мая. А сегодня репетиция Парада Победы. Он состоится на площади республики в Чебоксарах. По традиции в параде будет задействована военная техника разных времен. Участники праздничного шествия, а это около 2000 человек, сдали тесты на ковид. Безопасность превыше всего. Организаторы Парада Победы рекомендуют ветеранам поберечь свое здоровье и остаться дома. Торжественное прохождение полка будет транслироваться в прямом эфире НТРК, будет транслироваться на интернет-каналах наших ведущих, телевизионных каналов, для того, чтобы еще раз обратить внимание на безопасность. И, уважаемые жители республики, ровно в 12 часов начнется трансляция. И мы призываем вас в этот день, 9 мая, собраться за столом, вспомнить героев своей семьи, рассказать своим детям историю, которая хранится у каждого в домашних альбомах. Национальное телевидение покажет возложение цветов в мемориальном парке в 10 часов, а потом продолжит прямую трансляцию с площади республики. Напомним, 9 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Юрия Гагарина по улицам Карла Маркса и композиторов Воробьевых будет перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного. Накануне 76-й годовщины Великой Победы ветеранам войны особое внимание. Кроме денежных выплат, в республике подготовили праздничные наборы. Не только продуктовые наборы, хотя мы в этом году подошли с точки зрения формирования наших национальных продуктов. Это и мед, и шартан, это то, что у нас производится, и плед с символикой «Сурский рубеж». Я думаю, всем ветеранам Великой Отечественной войны и семьям будет важно перелистать страницы истории тех далеких годов и вспомнить, прочитать воспоминания своих соотечественников и участников строителя Сурского рубежа. Присоединились к акции депутаты Госдумы России. Алена Аршинова поздравила Анну Ивановну Саенко и Ивана Григорьевича Григорьева. Анна Ивановна воевала на Северокавказском фронте. Войну закончила в Австрии. Ветеран награждена Орденом Великой Отечественной войны второй степени медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, юбилейными медалями. Иван Григорьевич ушел на фронт в 42-м году, награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями маршала Жукова и за боевые заслуги. Для тех, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас победу, в эти майские дни по всей стране проходят парады и праздничные концерты. У ветеранов уже неважное здоровье, они не могут много ходить. Поэтому под окнами домов, где они живут, играет военный оркестр, идет строевый марш молодое поколение и поются военные песни. Второй год подряд столичные дворы превращаются в площадки для праздничных концертов. Это уже стало как добрая традиция поздравления ветеранов у дома. И мы очень тщательно готовимся к этим концертам. День Победы, потому что мы пилоты, казаки в Берлине. Все популярные песни тех времен. На кителе Николая Ивановича Пескуна медали за отвагу и за боевые заслуги. Орден Отечественной войны. Парад фронтовик принимает в полном облачении. 7 ноября 1942 года был призван в армию, направлен в Энгельское мунометно-пулеметное училище, в котором проучился три месяца и должен был сдавать экзамены на офицерское звание. Но нас подняли по тревоге, присвоили звание сергантов и направили на фронт. Куда направили, мы не знали. В конце концов, я оказался в Степном фронте у Конева. Ну и там 22 июля в разведке боем участвовал. Вот. Ну вот. За этот бой я получил медаль за отвагу. Ветерана поздравили кадеты, отряд мобильного особого назначения Управления Росгвардии Почуварской Республики. Ни у кого не возникло даже тени сомнения по поводу участия в акции. Это очень трепетное чувство, очень трепетные моменты. С чувством какого-то гордости и волнения внутреннего. Ощущение мужества, наверное, вот чего-то такого. Ощущение от той отваги, того бесстрашия в лице ветеранов. Вот оно чувствуется. Вот с этими эмоциями как бы мы исполняем эти песни. Агриппина Алексеевна Янович была несколько раз ранена на войне. Но даже в эти минуты она думала не о себе, а о солдатах, которые нуждались в ее помощи. Сегодня она подпевала оркестру. До боли знакомые песни навевали воспоминания. В землянке, наверное, и вот синий платочек. Вот эти пели, наверное, но у нас времени не было. Представьте же, идем по Брянскому лесу, черном-черно-черника, вот чтобы взять, собирать, стоять, поесть, времени не было. Без конца с ранеными, без конца с ранеными. Прямо локти, вот руки в крови было, в кармане кусок хлеба, сухари, вот это ели, времени не было. Без конца мышленно я пробегаю от Москвы до Геннексперта каждый вечер, каждый вечер по боевым местам. Вот мы с кадетами пришли, поздравим вас. И пусть вместо концертной площадки и площадка под окнами дома, праздник получился теплым и душевным. Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Память о ней, в наших сердцах, все это передается от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой этого родства является любовь к России, любовь к нашим близким, любовь к семье. Именно наш солдат освободил Европу от фашизма. И пользуясь лучшим, я хочу всех наших ветеранов республики поздравить с наступающим праздником, с Днем Великой Победы, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и все самого-самого доброго. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика. В деревне Новая Шальтяма Канашского района открыли оригинальное производство. В сельхозперерабатывающем потребительском кооперативе «Мили Лотос» начали выпускать медовый квас и крем-мед с различными добавками. Запах какой? Попробуйте. Обалдеть. Да, он не сладкий. Медовый. Есть запах меда, есть вкус меда, но при этом не сладкий. Медовый квас варится до 30 часов и каждый раз он получается разным. Технологии разрабатывали сами, сами подбирали сырье. Квас уже получил сертификат соответствие. Медовая добавка смягчает вкус, делает его более ароматным и насыщенным. Этикетка, как правило, квасные этикетки все выглядят как? Это бородатый, пузатый, там добрыня, силач, там еще чего-то, да? Мы разместили на нашей этикетке девушку, чувашку в национальной одежде. Она стройная, красивая, не замужняя, вот. И она пьет этот напиток, и она здоровая. Вот. И вот, в общем-то, и разместили на этикетке, конечно же, наш чувашский национальный узор, к эске, потому что это действительно уникальное явление в своем роде во всем мире, и мы, конечно, гордимся нашими символами. Деревня Шантян расположена в самом сердце, в чувашке. Бескрайние поля, чистый воздух, жуткие леса и прохладие речки Урюк – вот наши главные богаты. Именно здесь мы производим наш квас. Кроме кваса в этом цеху будут разливать и мед. Продуктам под брендами «Чувашский мед» и медовые истории рынки сбыта гарантированы. Здесь под воздействием сжатого воздуха эти банки быстро, быстро, там, 10 атмосфер, просто стухаемой, так называемой. В ассортименте кооператива мед липовый, крем-мед с различными добавками, с черникой, шоколадом, пиргой, клюковой. Для республики очень важно создание производств, работающих на местном сырье. Правительство Чувашской республики, конечно же, будем делать все, чтобы и дальше поддерживать такого рода направление деятельности, когда сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственная отрасль будет, скажем так, углубляться, углубляться в производстве продукции. Будем всяческим образом выстроить партнерские отношения с каждым инициатором такого рода проектов и содействовать их реализации для того, чтобы у нас появлялись и новые рабочие места, и новые продукции. А в итоге мы с вами имеем колоссальный прорыв в сельскохозяйственном производстве. Ну и, конечно же, это говорит о том, что мы просто двигаемся вперед. Поэтому спасибо вам, Николай Геннадьевич, и удачи вам. В Чувашии сейчас почти 3 тысячи пасек и 41 тысяча пчелосемей. Пчеловоды республики производят столько же меда, сколько в Башкирии и Алтайском крае. В каждой деревне таких производств, такие производства должны быть, и не одно производство, а может быть даже два, может быть даже три. Но в Чувашской республике 1700, почти 20 деревень, и сразу сделать все это невозможно. Но за этим будущее все равно будем идти к этому. Потому что в деревнях еще рабочая сила сохранилась. И это очень, ну, есть основные ресурсы наши. Это очень важно. Производство создали на средства гранта Минсельхоза России. 40 миллионов рублей ушли на строительство и пусконаладочные работы. Вложили и собственные средства. Работают здесь 15 местных жителей. Сырье планируют закупать у местных владельцев пасек. Мы знаем этот мед, скажем так, уверены в его качестве, потому что мы видим, как он выращивается. Здесь культуры на полях, здесь фацели, донник. И, конечно же, мы получаем с этих культур очень качественный мед. И используем его и в создании крем-медов, и в создании кваса. И, надеюсь, с этого года, конечно, мы уже с этого сезона, скажем так, будем, конечно, закупать мед в большем количестве у сельхозпроизводителей. Четвертый год Министерство сельского хозяйства России выделяет средства на поддержку кооперативов. В Чувашии такой формой поддержки воспользовались 11 предприятий. С этого года средства поддержки заложены и в республиканском бюджете. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы в республике должны появиться промышленные и агротехнопарки. Кластерная политика в этой отрасли дает хорошие результаты. Примером тому служит работа предприятий электротехнического направления. В объединение входит около 30 компаний. Но надо двигаться дальше. Как считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Андрей Шпиленко, объединить по интересам можно автомобилестроение и производство спецтехники, химическую промышленность и производство пищевого оборудования. Это уже четыре новых кластера. Сейчас Ассоциация проводит анкетирование, собирает информацию о поставщиках и потребителях, чтобы понять механизм взаимодействия производителей сырья, материалов, комплектующих изделий. Статус участника промышленного кластера повышает инвестиционную привлекательность региона. В спортивной школе Сывлах Маргаушского района прошел первый открытый турнир по вольной борьбе среди школьников на Кубок Героя России Евгения Борисова. Он посвящен 76-й годовщине Великой Победы. Евгений родом оттуда. В соревнованиях участвовали 120 юных спортсменов из Чебоксар, Красноармейского, Красночитайского, Ядринского и Батревского районов. Многие защищали честь спортивной школы Сывлах. Молодые ребятишки сегодня на этих коврах будут воспитываться, заниматься спортом. Из них будут настоящие герои, настоящие спортсмены, чемпионы. И это огромный вклад в развитие спортивной борьбы Маргаушского района и Чувашской республики. На соревнованиях разыграли более 20 комплектов наград. Победители и призеры получили памятные награды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА